Мы выиграли. Сколько было радости. Мы кричали, радовались. Я как мне Ольга Николаевна позвонила. Я прыгала, скакала от радости. Пенсионерка Нина Анатольевна не может скрыть своей радости. Совсем скоро на их улице будет праздник, а точнее хорошая асфальтированная дорога. Весна и осень всегда были самыми нелюбимыми временами года для жителей переулка Малиновый, что в микрорайоне Родково. Идею принять участие в республиканском конкурсе им подали соседи. Нас вдохновил опыт жителей по улице Кольцевой. И мы решили всей нашей улицей тоже попытать свое счастье и принять участие в проекте ПП МАИ. Жителями провели собрание. Единогласно решили, что будем участвовать. А сплотившись дружность с командой, мы проводили мероприятия и готовили проекты. СМИ, а то мы сами все это делали. Удача, конечно, улыбнулась и нам. Вдохновителями жителей переулка Малиновый стали соседи с улицы Кольцевой, где всего пять домов. В конце 2019 года они впервые решили принять участие в ППМИ. Инициатором выступил Валерий Родков, который живет в этом микрорайоне с 1994 года. Соседи с охотой восприняли новость и не пожалели денег на софинансирование. Хотя сумма здесь немаленькая – от 6 до 8 тысяч рублей с каждого дома. Благо, нашлись и спонсоры, которые помогли воплотить в реальность мечту о хорошей дороге. В сметную стоимость входила эта засыпка щебня 10 сантиметров и, соответственно, асфальт 5 сантиметров. Ширина заявлена была где-то 3 метра, то есть, соответственно, это достаточно для проезда машин. Машин у нас здесь немного, у нас всего 5 домов, то есть, как бы, это нас устраивает. Это и прогулочная, в общем-то, дорожка. Здесь люди сегодня гуляют, дети катаются на велосипедах, на самокатах. Желание было именно сделать асфальт, чтобы было все культурно, и потом посадить здесь деревья. Выкопали ямы, посадили здесь и сосны, пихты, ели, рябины, липы, чего только здесь нет. Проект асфальтирования 300 метров дороги улицы Кольцевой вошел в число 141 проекта, реализованного в Нефтекамске за 5 лет. Программа поддержки местных инициатив стартовала в республике в 2016 году. С тех пор ежегодное количество участников с 8 проектов увеличилось до 85. На 2021 год из нашего городского округа заявилось 53 проекта. В республиканской конкурсной комиссии всесторонне рассмотрены проекты. И в соответствии с положением определены 21 проект победителя в городском округе в городе Нефтекамск на общую сумму более 25 миллионов рублей. Запланирована реализация следующих проектов. Это ремонт дорог в частном секторе 15 проектов. Это ремонт зданий и обустройство детских кровоплощадок в учреждениях образования 5 проектов. И благоустройство дворовых территорий 1 проект. И мы уверены в успешной реализации всех проектов совместно с населением города Нефтекамск. Жители переулка Малиновый, где расположены 16 домов, уже собрали по 6500 рублей. Теперь ждут, когда поступят средства из республиканского бюджета. Затем состоятся торги. Примерно в середине августа в Нефтекамске уже приступят к реализации проектов ППМИ-2021, завершить которые должны до конца этого года. Зульфия Амирова, Ильгиз Мениханов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова